Всем привет, с вами Готика. Готика и Сократ, в игре уже нечего делать и мы устраиваем турниры между собой, между своим комьюнити. И в этом ролике я вам расскажу, как лучше провести турнир и как лучше в нем участвовать, потому что есть свои особенности даже в договорных матчах. Как вы сейчас видели, мы стояли лицом к друг другу, ждали секунданта, когда он выстрелит. В итоге он выстрелил и первый, кто начал, начал палить, соответственно, и остался на ногах, тот и победитель. Использовали любые перки, тоники, потому что, ну, все уже прокачано, у всех все есть. И для меткости стрельбы в голову, по сути дела, тоник ни на что не влияет, поэтому имеем то, что имеем. Я считаю, что турниры надо проводить, дуэльные турниры проводить в двух вариантах. Вариант первый, это когда вы находитесь лицом к друг другу и пистолет в кобуре, вы слышите какой-то условный сигнал, гудок тепловоза, колокол, секундант у вас выстрелил. И после чего вы начинаете стреляться лицом к друг другу. И заранее можно, конечно же, выставить метку стрельбы, то есть поставить точку, выставить на голову, убрать пистолет в кобуру, дождаться выстрела и начать стреляться. Для того, чтобы этого избежать, есть второй вариант. Вы находитесь друг к другу, повернутый спиной, отходите в разные стороны и просто идете. Секундант выстреливает, тогда вы поворачиваетесь и начинаете стрелять. Заранее точку в этой ситуации поставить невозможно. И ввиду этого дуэль будет более-менее на равных. Также можно использовать во время дуэли это маневры, то есть бегать из стороны в сторону и перестреливаться. Тогда дуэли затянутся, потому что попасть в человека гораздо сложнее. И соответственно мы играем без меткого глаза, то есть без раскраски, без танка билда и так далее, так далее. Тупо вот именно на стрельбу. Для чего? Просто в принципе, как я и сказал в начале ролика, особо делать нечего. Но очень много собирается зевак, допустим, в Валентайне. Когда вы начинаете перестреливаться, куча народа на это смотрит. Кто-то мешает, кто-то также хочет принять участие. На данный момент мы сейчас проводим, я хочу провести точнее, турнир по покеру. Да, то есть, естественно, там уже люди не рискуют глупыми ставками, уже обдумывают. И в принципе мы уже один раз его проводили, очень понравилось, очень зашло. По поводу косяков и нюансов. Чем больше участников, тем больше растягивается сам турнир, это понятно. Участие в кулачном бою, он не такой захватывающий, кстати, как дуэльные пистолеты. Потому что бои на кулаках выглядят примерно однотипно. Но есть несколько моментов, когда вы сближаетесь и захватываете в клинч. Начинаете удушать. И тут кто быстрее среагирует, больше протыкает, прожмет кнопку. Соответственно, тот и победил. Турнир на кулачных боях тоже у нас был и по скачкам. К сожалению, на данный момент официально нет возможности проводить дуэли в рамках игры, как и в определенных ММО, где можно это делать. Здесь вот именно при помощи таких энтузиастов это все и проходит. По сути дела, оставлять, перевозить телеги, перевозить самогонщика, грабить чужие телеги. Это единственное занятие в игре. Куда-то делись все животные, но по крайней мере их стало гораздо меньше. А оптимизацию завезли, да, не лагает. Как раньше, FPS не скачет и настройки графики не слетают. Но тем не менее, не хватает ролей. И очень бы хотелось, чтобы разработчики добавили хоть какой-то контент. Потому что вспоминаю время, когда люди ходили с миской рагу через всю карту. И походу это единственное дело, которое мы в нашем комьюнити еще не занимались. Поэтому вступайте к нам в дискорд. Принимайте участие с нами в противоборствах. С вами была Готика. А этот ролик был про турниры. Если кто-то желает своим комьюнити провести турнир с нами, против нас, поучаствовать в договорных матчах. То есть на удержание какой-то территории мы ее захватываем. Потому что реально трудно найти соперников. Пожалуйста, свяжитесь со мной и мы что-то придумаем. С вами была Готика, Сократ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok